Привет! Сегодня хотел бы поговорить о диетах у девушек. Они постоянно на них сидят! Когда моя девушка садится на диету, она заводит блокнот и пишет туда еду, которую съела. Она ест овсянку, записывает. Ест овощи с куриной грудкой, записывает. Но как-то я ее запалил, как она съела шоколадку. Я решил заглянуть в блокнот, но шоколадки там не было. То есть овсянку едим, записываем, а шоколадка в уме? По ее логике незаписанные калории не отложатся в жир. Еще она постоянно спрашивает меня, скажи, я толстая? Скажешь, худая, она скажет, что ты мне врешь? Я же вижу, что я толстая! Поэтому нужно отвечать, ты не толстая. Просто другие слишком худые. И это очень некрасиво. А когда мы идем в магазин, она покупает вещи на размер меньше. Аргументируя это тем, что это будет стимулом для похудения. Но хрен там было, и у нас теперь полшкафа с вещами, которые она так и ни разу не одела. Когда вы выбираете одежду и ищете ту, которая вас не будет полнить, И помните, что это не одежда вас полнит, а печеньки, которые вы съели на... Мать, ты че спишь? Тебе же сессии. Ты че не готовишься? Ты че пухаешь? У меня у тебя сессия. Ну, мать! Ну, спи! Охренел, у тебя завтра сессию! Да ладно, так поставят. Сволочь, накаркал. У меня вообще плоскостопие, если че. Исколиоз. Третья степень. Здравствуй, небо в облаках. Здравствуй, юность в сапогах. Пропади моя тоска. Вот он я. Привет, Вася. Привет. Привет. Ну, че, вы готовы? Идете? Все, 10 минуточек еще буквально. Меня машинка достираете. Пока давайте, проходите. А, ну, не вопрос, конечно. Да подожди-то, давай лучше на улице подождем, а? Да че, пойдем-пройдем, подождем, чайку попьем. Да, Ян, принеси водички, пожалуйста. Ты че ты заедешь, чайку попьешь? Чайку, 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 вот, смотри. Субтитры сделал DimaTorzok Моя девушка усилился экономист. И она мне говорит, зачем каждый раз платить за прокат коньков, когда можно купить свои собственные и на этом сэкономить? Лучше бы она сэкономила на салате Цезарь за 60 евро, который она заказала в ресторане, когда мы отдыхали в Испании. Ну, так вот, продолжим о коньках. Мы пошли в магазин выбирать самые дорогие коньки. Потому что дорогие, значит, качественные. И они очень долго не будут ломаться. И нам не придется платить за прокат коньков. Хорошо, что я уговорил ее купить недорогие коньки. Аргументируя тем, что такая модель через пару сезонов выйдет из тренда. Так зачем же переплачивать? И став счастливыми обладателями двух пар коньков, мы так цык на них еще ни разу не покатались. Хотя прошло уже два зимних сезона. Поэтому, девушки милые, если вы хотите вдруг сэкономить, то приходите на свидание в ресторан со своей едой. Сэкономьте деньги, парни. Это из детства, которые я до сих пор боюсь. Ну-ка, да я застегну тебе молнию. Давай косточку снимем. Давай, девно, вывезти меня. Я тебе писаю. Что такое у тебя? Поехали дальше. Первую, первую. Смотри, газку, газку дай, заглохнешь. Лежачий, тормози. Полицейский лежачий, тормози. Всю машину, всю подвеску не разобьешь. На дорогу смотри, куда ты смотришь на коробку передач? На дорогу смотри. Так, знак 40, куда разогнался? Тише есть. Красный, красный, тормози. Ты что, светофор не видишь? Так, ждем светофора. Сцепление первое. Сцепление первое, передача. Куда ты смотришь налево? Прямо смотри. Поехали, газку, газку дай. Хорошо, аккуратно. Пропусти его, встраиваться пропусти. Куда ты по кочкам? Яму между колес пропускай. Бабку пропусти, бабку пропусти. Держи скорость. Скорость. Что, устал, зеваешь? Не выспался? Перед вождением. Так, поворотник, поворотник налево. Все, ты уже спать хочешь, надо тебе уже на боковую. Нельзя так устанавливать налево. Так, хорошо. Ну что ты там, крути аккуратнее руль. Знаете, на какую тему хотелось бы сегодня поговорить? Девушки и кино. Моя девушка не любит боевики. Возможно, как и многие другие девушки. Но это ее выбор, окей. И когда выходит новый крутой боевичок, я ради приличия предлагаю ей сходить со мной. Естественно, она мне говорит, ой, нет, на боевик я не пойду. Говно вопрос, я ей говорю, тогда я схожу сам. Она мне говорит, как в кино без меня пойдешь? Но ты же не хочешь? Нет, я хочу, но только не на боевик. Тогда она мне предлагает сходить на какую-нибудь сопливую мелодраму. А я их ненавижу. Хорошо, что хоть насчет комедии у нас мнения сходятся. Но она любит места поближе к экрану. А я люблю задние ряды. Так что придется ей сказать, что место рядом с экраном не было. И маленький лайфхак. Не говорите своей девушке, что это боевик. Просто скажите, что это хороший фильм с высоким рейтингом и хорошими комментариями. Я тебе дам, не говорите какой фильм. Ну я это не для себя, я так никогда не делаю, это я им советую. Купи мне собаку, я сама буду с ней гулять, честно-честно. Ну купи собаку. Купи собаку. Ну купи собаку. Пути гулять с собакой. Говорю, ты что гонишь что ли? Посмотри на улицу, темнота какая, мне страшно. Сам гуляй. Купи собаку, я буду с ней гулять. Можешь отложить мне денег? Ну я не знаю даже. Я порядочный человек, я врач. Давай я расписку тебе напишу. Ну если только расписку, конечно. Я Денисов Константин Михайлович взял пять тысяч у Сергеева Александра Николаевича. Дата, подпись. Вот, держи. Ага, спасибо. Алло, ну что, когда ты мне деньги отдашь? Что? Никогда не отдал. Ах, 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 ах. Ну у меня же есть расписка. Твою ж мать. Когда берёте расписку у врачей и помните, у них у всех неразборчивый почерк. Запомни, сынок, учись в универе, хорошо, диплом тебе ещё пригодится. Я всё запомнил, я не подведу тебя, батька. Не подвёл я тебя, батька, знание в голове, диплом в руках. Как же жарко, и кондея нет. Думай, думай. Диплом тебе ещё пригодится. Диплом тебе ещё пригодится. Так же он не заварится. Диплом тебе ещё пригодится. Ой, а звари мне тоже лапшичку. Чем я второе теперь накрою? Надо второе выше идти получать. Ага, ага, ау.